Приветствую вас, друзья! Конец года, и это время новиночек. И вот, собственно, у нас еще одна новиночка. Но не обращайте внимания на помпезную обложку. Игрушечка действительно прикольная. Это такая смесь факторий. Твою мать, опять, да, я знаю. И Tower Defense внезапно. Собственно, что мы имеем на данный момент? Во-первых, надо сказать, что и русский язык в игру уже как бы заявлен. Он даже есть в настройках, но, к сожалению, она еще не локализована, потому что ранний доступ, все дела. Игрушечка только готовится к выходу, и в данный момент это, можно сказать, демка с одним полноценным режимом. У нас вот есть список финальных фишечек игры, которые я, естественно, читать не буду, потому что, мало ли, а что-нибудь изменится, потом не оберешься. Есть Intradactory Mission. Это, короче, как раз та самая демка, о которой я вам говорил. И есть Survival. Survival это тот самый полноценный режим, который вроде бы как уже настроен, отстроен и весь работает. Мы пойдем, естественно, в него. Там я постараюсь все рассказать и не сдохнуть как можно скорее. Погнали. Собственно, у нас тут есть чего? У нас тут есть коннект к твичу, который меня совершенно не интересует. Настройка сложности, в том числе и сэндбокс. Я, наверное, поставлю изи, чтобы меня быстро не слили, чтобы я мог хоть что-то вам успеть рассказать. На самом деле, это довольно прикольный режим. И если здесь еще будет мультиплеер когда-нибудь или что-то похожее, мне кажется, он зайдет. Итак, начало каждой миссии, вернее, начало каждой свободной игры сопровождается вот таким вот интересным обучающим листом. Я его вроде бы как более-менее прочитал, но поверьте, на первых парах потребуется там буквально пара кнопок. Итак, смотрите, что здесь происходит. И это наш главный робот, за которого мы, собственно, и будем играть. Именно им мы будем отстраивать базу, защищаться, сражаться и так далее и тому подобное. Нужно сказать про дизайн пару слов, потому что он не дичайший зашел. Вы посмотрите на эту красоту. Все везде разваливается. Все прямо шикарно. Также должен сказать, что в режиме выживания у нас генерятся всякие рандомные задачки, которые мы должны решать. Значит, как это все работает и что нам нужно делать? Слева внизу у нас имеется инвентарь и панель управления роботом. У нас есть несколько оружия. У меня вот есть такая вот интересная пукалка, у которой бесконечные патроны, надо сказать. Есть лезвие. И если эту пукалку поменять, у нас будет вот такой вот прекрасный пулемет. Поверьте мне, пулемет быстро кончится, поэтому лучше его поэкономить поначалу. Теперь, что касается строительства базы. А, да. Перед тем, как о строительстве говорить, у меня есть такой вот интересный перк ускоряться. Плюс мы можем чиниться на 25%. И также у нас есть 10 миночек. Миночки. Это все на горячие клавиши настраивается. Итак, что касается ресурсов. Любая игра, если мы говорим о свободной игре, начинается с строительства главной базы. У нас есть режим строительства. Вот наша главная база, которая стоит карбониум и сталь. Сталь и карбониум — это два основных ресурса, если не говорить о энергии. Энергию тоже надо будет добывать, строить для этого специальные здания. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть карбониум. На карте этот ресурс обозначается желтым цветом. И у нас здесь есть Iron Vein. Это как раз-таки та самая сталь и есть. То есть, если мы сейчас будем тупо железо добывать, вылезать, оттуда уже будет сталь. То есть, переплавки никакой не подразумевается, простите. Возможно, потом это изменится. Это, кстати, отличное место для аванпоста. Мы потом его заберем, если я не сдохну. Собственно, ожидать еще видосов по этой игре, наверное, особо не стоит, потому что режим песочницы, он такой, ну, довольно скоротечный. Будем ждать миссии и нового контента, тогда уже, собственно, к ней вернемся. А пока давайте накопаем немножечко карбониума, чтобы построить главное здание. Вот, если я сейчас на него наведу, вы можете видеть, как у меня карбониум прибавляется до искомого значения в 200 единиц. Теперь, когда мы накопили на главную базу, вот такой вот она огромного размера, ее можно разместить, в принципе, практически везде. Давайте поставим ее тут. Здания все строятся с использованием вот таких вот маленьких дрончиков, которые строят каркас и начинают уже проектировать здания. Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно забубенить автоматическую добычу этого самого карбониума. Для того, чтобы это сделать, нам потребуется вот в этой вкладке добыча построить карбониум фэктори, которая стоит 50 этого самого карбониума. Ну, это, скорее всего, какой-то карбон, называть его карбон, просто чтобы, знаете, сократить. Помимо того, что нам потребуется эта хрень, нам также нужно будет где-то брать электричество, потому что вот эта шахта жрет, где она там, 20 единиц энергии в секунду. Чем-то мне это напоминает Suprime Commander. Здесь примерно так же распределяются ресурсы. Следовательно, для того, чтобы обеспечить эту падлу энергией, нам потребуется либо одна солнечная панель, которая будет работать только днем, либо несколько ветряных турбин. При том, что ветряные турбины в этой игре, они, им их, в принципе, пофиг где ставить, главное просто ставить. Они всегда будут вырабатывать один и тот же, одно и то же количество энергии. Вот такая вот история. Ну, давайте для начала забубеним карбониум фэктори. Для этого нам потребуется накопать, ну, 50 этого самого карбона. Есть такое дело. Штуку эту можно разместить как по центру, так и сместив. При этом ее скорость добычи вроде бы как не меняется, поэтому мы со спокойной душой ставим одну здесь, с надеждой когда-нибудь расположить еще одну рядом. Теперь, естественно, нам нужно где-то взять энергию. Поэтому нам требуется опять этот долбанный карбониум, который прям вот до хрена требует времени на добычу. Я, наверное, буду выходить в ветряные турбины, потому что это тупо удобней. Хотя можно было бы и одну солнечную поставить, тупо чтобы запитать эту хреновину. Давайте вот сюда воткну. Вот видите, дрончик полетел и начал все это дело строить. Теперь, думаете, энергия будет передаваться по воздуху? Не, ни хрена подобного. Для того, чтобы ее передать, нам нужен вот такой вот коннектор, который очень похож на розетку или какой-то коммутатор. Из него будут расходиться провода в здании, и таким образом здание заработает. Я молодец, построил, собственно, солнечную панель вечером. Да, кстати, стоит сказать об освещении. У нас у робота есть фонарь, этот фонарь имеет тени. В общем, это мне нравится, вы знаете меня. Но нас сейчас заботит ветряная турбина, потому что надо же где-то взять этот долбанный ресурс, который энергия. Причем таких штук придется построить три, а то и лучше четыре. Потому что по шесть единиц, собственно, в секунду они прибавляют. Это довольно мало. Надо какой-то блок придумать, чтобы это все расположить, наверное. Сейчас сделаем. Ну вот я двести наковырял. Можно построить четыре ветряные турбины. Их можно расставлять вплотную друг к другу, и они со спокойной душой будут генерить нам энергию. После того, как я их построю, у нас заработает Carbonium Factory. И этот самый божественный Carbonium начнет добавляться в нашу вот эту вот сеть, которая показывает все ресурсы, которые у нас есть. Погодите, погодите. Сейчас сражаться начнем, не переживайте. Я просто особо... Мне очень повезло, на самом деле, с респом. Иногда приходится искать ресурсы, а тут прям, видите, все как бабах и заработало. По показателям энергии можно сказать, что у нас перепроизводство. Но для того, чтобы мы себя чувствовали прям вообще отлично, нам потребуется вот эта вот штука. Energy Storage. Эта хрень будет накапливать энергию и потом, собственно, отдавать, когда... Что? А, ну они говорят, что скоро на нас-то падут и все такое. Давайте я помогу этой фабрике покачать. А, вот уже вижу, откуда прибегут засранцы. Ну, у нас, к сожалению, сейчас нет возможности построить всякие там вышечки, пушечки и все такое. Отбиваться будем своими силами. И первую атаку отбить не проблема, тем более, что я играю сейчас на Изи. А, вот вы они, здравствуйте. В общем-то, эти маленькие падлы чертовски напоминают мне собак из Старкрафта. Есть, конечно, падлы и побольше. Я думаю, что вы их увидите. Они уже так просто ножичком не развалятся. Давайте построим накопитель энергии. Ну, скажем, вот сюда. И мне еще, естественно, потребуются солнечные панели, потому что, как я вам и говорил, одной этой штукой мы не отделаемся. Солнечные панели. Ветряные турбины, простите, да. Так, у нас сейчас будет производство там около полтинника, да? Ну, чуть поменьше, конечно, но это я так просто размечтался. Нужно построить еще одну Carbonium Factory, чтобы мы могли быстрее все это дело производить. Так что копаем. Копаем как сумасшедшие. Надо сказать, что у противников по дефолту цель всегда это ваше главное здание. Поэтому его нужно защищать прям вот как, не знаю, как самого себя. Потому что если его снесут, на новый копить довольно долго придется. Давайте построим вот эту штуку. А что у нас по энергии? У нас плюс 16 не хватит. Не хватит, поэтому добавляем вот эти штучки. Наверное, в них и вниз их буду добавлять. А сейчас электронный голос рассказал нам о таком здании, как Armory, которое позволяет прокачивать нашего робота. Дело в том, что у робота как новое оружие можно вкачивать, так и вот различные перки, которые выставляются на горячие клавиши. Вплоть до ядерного заряда, да. Если такое тоже есть. Блин, какой классный свет. Можно стоять и рассматривать. Но у нас нет на это времени. Твою мать! Подожди. Я случайно... А ты не хочешь продаться? Не? О, продалась, слава богу. Так. У нас сейчас плюс 42. Надо еще вот так построить. И в принципе будет нормально. Они, по идее, должны законнектиться вот этой штукой. На всякий случай я поставлю еще одну розетку. Хотя вроде она их... Она их не коннектит. Да, давайте вот сюда еще одну. Теперь все будет работать отлично. В принципе, мы готовы подумать о защите. Но перед тем, как подумать о защите, надо еще и подумать о железе. Если мы посмотрим на вот эту прекрасную турель, видно, что она хочет еще и 40 железа. Следовательно, нам нужно начать добывать железо. Иначе придется ходить самому вручную ковырять. Давайте это сделаем. Для того, чтобы это все добывать, нам нужно поставить вот такую вот стилфэктори, которая будет выкачивать отсюда железо и делать нам сталь. Поставим ее сюда. Сколько она жрет энергии? Тоже двадцатку. Да. Энергия у нас серьезные проблемы, я вам скажу. Ну, надо как-то подумать над установкой второй электростанции. Наверное, ее есть смысл где-то здесь и фигачить, потому что я все это дело в одну большую мою базу превращу. Давайте поставим первую. Сейчас накопится карбониум, поставим еще одну. А пока этого не произошло, я случайно себя полечил. У меня такое бывает. Знаете, непроизвольное лечение, это нормально. Две штуки, конечно же, не хватит. Сейчас я еще две хрени прикручу им. Довольно долго карбониум добывается с двух заводов. Надо будет еще парочку воткнуть. Ну, видите, эта хрень периодически отключается, потому что не хватает питалого. Можно, конечно, всю систему подключить, но мы так рисковать не будем, потому что если просадить карбониум, будут серьезные проблемы. Ибо следующая нахрен атака произойдет через 5 минут. У нас есть 5 минут, чтобы подготовиться. Надо, собственно, нельзя жевать сопли в этой игре, иначе нас сольют. Давайте еще-то одну. Вроде она бесперебойно работает. А нет, все равно кончается. Да, нужна еще одна штука. То есть получается у нас такой расклад. На каждую шахту надо по 4 завода, по 4 ветряных турбины. Да, иначе будет плохо. Так, теперь надо подумать, где еще 4 поставить. Наверное, вот в этом месте я поставлю их. Да, наверное, да. Потому что я хочу, чтобы у меня железо вместе с карбониумом восполнялось довольно быстро. И после того, как мы это сделаем, мы увеличим поставки карбониума вот здесь. Потому что железо вроде бы быстрее собирается. Насколько я вижу, по крайней мере. Размечаем второй заводик. И теперь нужно поставить еще больше электростанций. Ну, где-то, допустим, здесь. Я помогу добыть карбониума. А то уж больно долго. Он хотя бы по 5 добывает, а не по одной, как эти заводики гадские. В принципе, этого практически хватит. Черт, да что ж у меня сегодня с руками, а? Удали ее нахрен, спасибо. И вот сюда последнюю. Отлично. Мы обеспечили поставки и карбониума, и железа. Но, поверьте мне, этого недостаточно. Теперь мы должны подумать о безопасности. Собственно, что касается безопасности. Во-первых, мне нужно немножечко почистить территорию, чтобы я хотя бы видел, куда мне стрелять. Ну, теперь я вижу. У зергушат есть гнезда, поэтому их можно будет убивать. Но вот эти волны, по-моему, не кончатся. Вот в режиме выживания, а нихрена они не кончатся. Знать бы еще заранее, откуда они пойдут. Было бы совсем легко, да? Итак, защита. У нас есть множество различных сооружений. Я, правда, не знаю, что вот это такое. Я никогда его не строил. Но зато перед ним все вещи мне знакомы. Во-первых, у нас есть Тауэр. Это вышка, которая будет стрелять. Турелька, по сути. Я, кажется, только что понял, что такое iHub. Это управление искусственным интеллектом. Каждая турель берет одну из четырех искусственного интеллекта. Вот оно, как Михалыч. Да, я понимаю теперь, как это работает. Ну, давайте поставим две турельки здесь. Две турельки здесь. Это, правда, немножечко карбониума опять не хватает. Я говорил, что с ним будут серьезные проблемы. Ну, давай уже. Он, кстати, довольно быстро кончается. Тем самым разработчики вынуждают нас путешествовать по карте в поисках новых ресурсов. Все, теперь у нас нет искусственного интеллекта, чтобы построить еще турельки. Поэтому нам придется этот самый искусственный интеллект еще и достраивать. Вот такой вот он за сто этих самых карбониума стоит. В общем, довольно прикольная механика. Зданий, правда, мало. Хочется еще мультиплеер. В общем, все хочется, как обычно. Ни хрена не дают. Но это нормально. На старте чего-то большего ожидать, наверное, и не стоит. Давайте построим здесь стеночку. Вот такую. Ну, и до конца. Я, наверное, в ту сторону-то особо не пойду. Да ладно, все хватает уже, не надо. Вот такая вот у нас стенка получилась. Я, правда, между этими... Ой, прости. Между турельками забыл. Вот было бы ржачно, если бы они там пробежали. И у нас есть вот такие интересные помосты, на которые можно забираться и драть жопу жукам. Вот примерно так. Теперь у нас есть маленький такой форпост, на который можно будет забраться вот так и рубиться с гадами. Потому что если стрелять отсюда, как вы понимаете, я влезаюсь в забор. А если с мостика, мы можем сквозь эти самые врата попадать. Тут разобрались. Теперь, что касается нижнего участка. Наверное, пока я его не буду трогать. Если что, я здесь сам отпинаюсь. Нам требуется вот здесь вот зафигачить разработку карбониума. И как можно скорее. А вот это место в идеале надо бы тоже закрывать. Блин, мне нужно еще 4. То есть мне нужно еще 8. Я вижу, откуда они идут. Я вижу, откуда эти гады ползут. Так. Давайте построим AI-хаб. Я возьму на всякий случай пулемет. И буду встречать их вот здесь вот на подходе. Через 25 секунд они придут. Что-то там достроилось? Достроилось. Сейчас я попробую здесь, конечно, поставить хоть какую-то защиту. Но мне кажется, я тупо не успею даже подключить. Да, карбониума нету. Вот это печаль. Ну, давайте посражаемся. Странно, что не бегут большие, кстати. Я даже не должен использовать пулеметы. В общем-то все, да? Нет, не все. Патроны лучше экономить. А то потом будут очень грустно и печально. Ау. Хватит кусать мою пушку, козлы. А вот, смотрите, пришли. Ну-ка, пожалуйста, сдохните. Да, большое спасибо. Что мы можем с ней сделать? Можем ее починить. Давай-ка чинись, дорогуша. Походу, чинить придется ручками. Короче, ставим здесь еще вот так вот немножечко пушечек. Вот эту, кстати, я бы передвинул. Вот сюда. А посередине ворота поставил. Потому что ворота здесь по-любому мне потребуются. Надо же будет хоть как-то выходить отсюда, правильно? Теперь стеночки. И, в принципе, наш очередной блокпост готов. Останется только вот сюда поставить мостики. Чтобы можно было забираться. И, в общем-то, все. Про телепорт я расскажу чуть попозже. Есть такой вот рифт-портал, который позволяет с любого конца карты путешествовать в этот самый портал. При том, его можно ставить не один, а несколько. И вы сможете по карте просто вот летать как сумасшедший. Если мы нажмем таб, видите, есть кликабельные здания. Сейчас я могу телепортироваться в рифт-портал на нашем главном здании. Но их можно, как я и говорил, строить отдельно. Плюс ко всему, а мое самое любимое, вы просто обязаны это увидеть. Здесь есть гребаные фонари. Как вам такое? Обожаю сраные фонари. Во, дайте мне фонарь. Вот таким образом он светится. Зажгись. О! Правда, от него нет теней. Я понимаю, что производительность все дела. Ладно. Мы также можем создавать полы, пола и все такое. Стоит это, кстати, прям очень дешево. И это классно. Можно же, можно же прям свою базу облагородить. Ну-ка, давай. Я просто никогда не строил. Мне интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Была такая игра в детстве у меня. Дюна 2. И я любил там строить под базой, не знаю почему, бетон. Вот было у меня такое. Кстати, я забыл сказать, что когда вы телепортируетесь из портала, он еще некоторое время будет вот так вот висеть. Может быть, даже не некоторое, но я, по крайней мере, не выживал дольше, чем он пропадает. Окей, карбониум фэктори нас интересует. Ставим ее, ну, допустим, сюда. И сразу вторую. И теперь погнали строить энергию. У нас уже на две штуки есть. Я, наверное, их вот сюда в ряд поставлю. Да. Сразу же коннектор присобачим, чтобы все это дело питалось. Кстати говоря, о коннекторах нам нужно еще вот это дело запитать, наверное. А то как же турельки будут без энергии-то, да? И нам потребуется еще несколько этих штук. Наверное, мне придется самому подобывать. Довольно симпатичная игра. Мне кажется, если бы она была в кооперативе вдвоем тут бегать с роботами, было бы просто шикарно. Но это мое мнение. Не знаю, как вам. Мне кажется, такие игры должны быть мультиплеерные в первую очередь. Потому что в соло долбиться смысла нет. Если здесь есть какая-то, может, статистика по дням, сколько ты прожил, наверное, тогда есть смысл. Но в другом не вижу. Все, есть две электростанции. Вроде бы у нас идет недоперепроизводство. Сейчас идет подсос, по-моему, с этого, с генератора, да? Да, походу. Давайте еще один поставим. Мы, конечно же, сделаем это прямее, не как я обычно это делаю. И, в общем-то, все. Мы добываем нехило карбониум. Мы добываем энергию, которая сейчас не добывается особо, потому что надо еще парочку поставить. Вот, блин, а, вот попробуй все это дело отбалансить, да? Вот эта механика мне очень напоминает Suprime Commander, я не знаю почему. Стоит также сказать, что наши пушечки смогут потом прокачиваться. Но для того, чтобы их прокачивать, нам нужно здание, которое называется Armory. Вот такое вот оно прекрасное. По-моему, оно зависит, вернее, влияет на прокачку. Я уже точно не помню, но мы его сейчас куда-нибудь здесь вот пришпандырим так, чтобы можно было проходить. Ну, к примеру, вот сюда. Конечно же, его надо подключить. Вопрос только, сколько он жрет энергии. Энергию он жрет 40 в секунду. Матерь божья, где ж мне столько взять-то? Да, электростанции нужно больше, чем я предполагал. Давайте подключим все в общую сеть. По идее, она таким образом сможет это сделать? Ну, вроде подключилась. Да, она вот через верх идет, скорее всего, так. Общая сеть имеется. И здание сразу начало высасывать нашу энергию. Потрясающе. Следовательно, нам нужна еще одна электростанция, на которую совсем не хватает карбониума. Эта игра, мне кажется, хорошо бы зашла на стримы. Что вы об этом думаете? Срочно напишите. Но пока что в плюс мы не вышли. Но ничего, копим. Пойду помогу. Карбониума осталось всего 3000. Это вообще беда. Это прям полная беда. Ну вот еще на 3 я накопил. Может быть. Может быть мы справимся. Лучше, конечно, да, 4 втыкать. 3-то это такое прям. Детское число. И коннектор, чтобы это все запитать каким-то образом. Плюс отсюда же тоже пойдет энергия в какие-то тоже ворота. Не знаю, сейчас что буду строить. Теперь, когда у нас есть армори, могу ли я что-нибудь попрокачивать? Кроме робота, походу, пока ничего не могу. Атака произойдет через 2 минуты. Мы можем прокачать главную базу. Стоить это будет чего нам? Энергия будет упадет, да? После прокачки. Ну давай, 2 минуты все это будет происходить. Следовательно, мы должны увеличить количество. Вот это надо удалить. Я здесь просто еще один ряд поставлю. Потому что через минуту надо будет рубиться. А штука наша будет строиться еще минуту 40. Так что... Так что надо поднажать, да. Смесь классической стратегии, тавер-дефенса и немножечко факторий с добычей ресурсов. Я не знаю. Ну, наверное, от фактории здесь очень мало всего. Я даже не очень представляю, почему я решил ее с факторией сравнить. Потому что здесь никакой конвейерной сети нет. Но в любом случае. Но, видимо, напоминают эти месторождения, которые в земле. Потому что фактория довольно свежий проект. После того, как мы прокачаем главную базу, я так полагаю, что у нас откроется вот это здание. Communication Hub. Да, она, видите, запрашивает второй уровень главной базы. Но это скоро произойдет, не переживайте. Еще, кстати, что я забыл поставить. Это Material Storage. Хрень, которая копит в себе ресурсы, которые мы добываем. Притом, по-моему, она копит и карбониум, и железо. Попробуем воткнуть ее сюда. Посмотрим, как это работает. Сейчас в наших складах 350 на 300. Посмотрим, что произойдет после ее постройки. Ну, а пока нечем заняться. Я буду, наверное, заливать в бетон мою главную базу. Потому что бетон это прекрасно. Что, уже идут? Идут. Походу, опять идут в эту сторону. Ладно. Говорят, зайдите в армори в крафтинг-меню. Но я что-то вот прям пока не хочу, да. Давайте попозже зайдем в крафтинг-меню. У нас тут гости, их прям вечеринка целая. Ребята, откуда вас, сука, столько? Кто вас рожает, а? Там по-любому же большие еще придут. Надо их на подходе щелкать. Да, вон они идут. А вот вам минка, как вам такое. Нет, не подбегай, падла. Ты же ее сейчас активируешь. Блин, я понял. А вот так? Автосейв просто вовремя всегда происходит. Слушайте, Хьюстон, мне надо усиливать нашу оборону. Ты что, катапульта входящая? Эм, вроде бы отпинались, да? Не, не отпинались. Кого-то там еще убивают. Ну и убивайте, добьете там остатки. Кого-нибудь починить надо, тебя не надо. Так, в главном меню есть некоторые проблемы. Ой, у нас там снизу рубилово. Постойте, постойте, как же я, как же я? Ну, вроде все нормально, себя тут чувствует. Сверху опять какая-то вечеринка. О, вас тут реально много. Ну, вроде все хорошо. Из жуков также падает карбониум. Еще какие-то материалы. Плюс патроны можно с них собирать. В общем, довольно полезно их мочить. Единственное, только я бы хотел, чтобы было какое-то здание. Опять же, если оглядываться на Suprime Commander, есть специальные вещи там для починки ваших вот этих вот сооружений. Здесь, к сожалению, нужно прокликивать все вручную. А может быть, попозже появится что-то. У нас активировался сайд-квест, который нужно пойти и захватить. Скорее всего, это база жуканов, арахнидов и тому подобные шебутни. Но мы сейчас зайдем сначала вот в эту вот арморе. Что мы можем делать, твою мать? Господи боже. Мы можем делать здесь оружие. Я просто сразу посмотрел на правое меню, но это просто список ресурсов. Все нормально. У нас есть мини-ган, который вроде бы у меня уже имеется. У нас есть плазма-ган, и мы можем его скрафтить, если будем держать эту кнопочку. И у нас есть огнемет. Огнемет мне очень нравится, кстати. Но для того, чтобы его создать, нам нужно еще 4 красных казенита. По-моему, они вываливаются с жуканов. Вот. Если мне не изменяет память. О, ничего себе, у нас склад заполнен. Ну, я могу, в общем-то... Давайте, перед тем, как мы пойдем выполнять задание, и я залью бетоном здесь все, потому что я уже начал это делать, и я хочу, чтобы у меня здесь все было прям, знаете, по фэншую. Что-то она мне там про энергию опять начала втирать. Я прям не люблю, когда мне про энергию что-то втирает. У меня вроде все отлично. А, нет, было отлично, да? Когда я прокачался, энергии стало внезапно меньше, чем хотелось бы. Не вопрос. Сейчас, одну секунду, я все сделаю. Черт, как это красиво. Вот же ж, мать его, дизайн-то. Решает. По-моему, у нас атакуют. Привет, ребята. Бомбочку вам взад. А вы чего приперлись? Походу, они теперь так и будут с этой базы, да, приходить к нам в гости. Ну и ладно, это не проблема. Сейчас только фонарь поставлю. Мне очень хотелось здесь фонарь поставить. И вот здесь, наверное, даже. И теперь нам нужно решить вопросы с энергией. Энергии прям совсем мало. Наверное, я здесь организую еще одну электростанцию. Шесть штучек будет весьма достаточно. Скажите, что да. У нас просадка на 18. Ну да, шесть штук точно решат вопрос. Пойдемте спросим у Армари, хватает ли мне сейчас на то, что мне нужно, на огнемет. Да, хватает. Давайте его сделаем. Есть теперь огнемет. Давайте я вам покажу, как он работает. Это прекрасно просто. Итак, огнемет-то где? Только не говорите, что его надо было взять отсюда. Ну вот, у нас есть дырочка. Туда нужно поместить флейм. Вот этот вот флейм. Но чего-то придется решиться, да? Да нет, все влезло, отлично. Все, теперь у меня есть огнемет. Гляньте, какой этот пипец. А? Вы посмотрите на этот пожар. Просто шикарно. Можно все сжигать. Потрясающе. За... Ну только этой игре можно 10 из 10 ставить. Ха-ха-ха. О, а еще привет, аватар. Посмотрите на эти кустики. Они краснеют в зависимости от того, когда ты по ним пробегаешь. Это ли не чудо? Оу. Ребята, вы можете гореть? Сгорите нахрен. Под турели. Защищайте мои верные турели меня. Ну что, все, у меня есть огнемет. Энергия и все остальное в норме. Пойдемте, надерем жопу жукам-мудакам. Где вы там? Я вам здесь селесад нахрен сожгу. Так, здесь есть карбониум. Здрасте. Это твой лучший удар? Дерьмовый удар. А, мелких ублюдков наслали на меня. Но это не проблема. Я хочу, чтобы они собрались в кучку. Чтобы дать вам миночку. А теперь я вас сожгу нахрен. Убей, говорит, до того, как убьют нас. Нифига себе, какой огромный жук. Вы что, прикалываетесь, что ли? А ну, подохни, срочно. Они меня сейчас убьют. Я ухажду. Мне нужно домой. К маме. Ну, что я могу сказать? Мне надрали задницу. Но я не сдаюсь. Я пошел обратно. Я готов, ребята. Смотрите, им понравился мой телепорт, да? Кажется, вы сейчас сгорите все. Черт, как это красиво. База атакована? Это очень странно. А ну-ка, сразимся. Черт, как этого бы огромного червяка убить, а? Сгорит нахрен. Да, от этого дерьма нужно определенно прятаться. Я только что видел, как взорвалась моя электростанция. Ты серьезный парень. Я только что видел, как что-то еще взорвалось. Слушайте, почему вас так много, ублюдки? Сгорите нахрен. Вот адское пламя вам взад. Черт, как это мне нравится. Эта игра определенно стоит того, чтобы в нее играть. Да. Все, я успокоился вроде. Мне теперь нужно здесь все восстановить, правда. Вот видите, как неудобно все это чинить. Нужно разработчикам над этим поработать. Да. И стенку еще раздолбали. Или, по-моему, даже пушечку тоже раздолбали. Гады. Сейчас все восстановим. А, да. Не все мы восстановили. Ну, вроде бы все нормально теперь. Да, вот. Правда, я не очень понимаю, что тут это вот загребанные. Они мне добавляют. Походу, эти кристаллы ко мне прилетают. Да. Вот. В целом, примерно вот такая вот игра. Давайте сходим на точку. Я там что-нибудь, может, это соберу. С этих гадов, ты которых поубивал. По-моему, ничего не осталось. Да. Можно возвращаться домой. Классно, что вот есть такой прекрасный телепорт, как этот. Который позволяет телепортироваться в любое место в любой момент. Давайте посмотрим, что еще можно качать. По-моему, больше ничего нельзя качать, потому что у нас демо-версия. Беда. Беда. Так хочется больше. Так хочется прям. Ужас какой. Но, к сожалению, придется ждать релиза. Да. В любом случае, господа, вы обязательно пишите, что вы думаете об этом безобразии. Потому что это весьма интересный проект. Я думаю, что он заслуживает нашего внимания. А еще я думаю, что мне нужно доделать мой асфальт. Сейчас мы с вами построим последнее здание. Которое Communication Hub. Посмотрим, что дает оно. Я так полагаю, что оно дает просто возможность качать себе всякие ядерные бомбы и так далее. И на этом можно будет, наверное, завершить этот маленький первый взгляд. Который вроде бы как охватил 90% игры. Могу ли я вкачать вас, ребята? Не могу пока, к сожалению. Окей. Коммуникацион Hub. Который стоит просто до хрена и 50 энергии сожрет. Давайте же его построим вот здесь. Подключим его к энергии. И создадим еще одну электростанцию, которая его будет питать. Да я вижу, что его не хватает. Че ты мне постоянно повторяешь одно и то же? Сейчас посмотрим, что по энергии будет. Минус 12. Ну вот сейчас идти достроиться. Вроде бы все должно наладиться. Минус 9. Да. Отлично. Потрясающе. Что ты можешь делать? Оу. На этом контент не закончился, да? Итак. Армор апгрейд. Это прекрасно. Берем. Потому что армор это моя жизнь и все дела. Также у нас есть оружие. Взрывающееся оружие. Что дает нам ракетницы. Причем ракетниц здесь аж три вида. Потрясающе. Апгрейд ноги. Который нашу скорость поднимет до 2 метров в секунду. Тоже довольно хороший перк. Щиты. Плазменный щит. Кстати. Тоже классная штука. Эмердженси экспложен. Это я так понимаю на случай отхода ядерка. Маленькая такая прекрасная ядерная бомбочка. И маленькое оружие. Которое мне в принципе не особо интересно. Я хочу вот это. 2 минуты. Дайте мне. И хочу апгрейд ноги. Да. Все это дело будет исследоваться довольно долго. Но сейчас пока ничего не идет. По всей видимости мне нужно выйти из здания. И тогда пойдет исследование. Да. Исследование пошло. Исследование пошло. Плюс ко всему. 0 из 8 чипов. А почему? У меня снесли. Да нет. Вроде все есть. Странно. Это видимо какой-то баг. Потому что чипы. И это вот эта штука. Которая дает нам АИ. АИ хаб. И 20 энергии жрет. Странно что она. Ну ладно. Апгрейдов пушек я так и не нашел здесь. В здании. Вот этом. Но я так полагаю. Что она будет доступна уже ближе к релизам. Потому что сейчас. Как вы понимаете у нас демочка. Демочка с прикольным режимом позалипать посидеть. А что здесь было? А здесь. Здесь был мой фонарь. Который уничтожили. Суки. За фонарь вообще не прощу. Какие же гады. Тупые жуки. Че им свет помешал? Я не пойму. Им же даже лучше. Они же бы все видели. Они бы знали как меня атаковать. Нужно больше бетона. Да. Так. Давайте посмотрим что у нас там по заданиям. Выживите еще 29 минут. Чтобы открыть рифтбэк. А. Чтобы открыть портал на землю. Понятно. То есть через 29 минут я смогу вернуться на землю. И это будет прекрасно. Мы выжили уже 3 дня. И 13 часов. И охрененно сколько быстро минут. Да. Следующая атака произойдет через 0 секунд. И мне показали только что откуда пойдут гады. Наверное мне есть смысл поставить еще один вот такой вот хаб для моих турелей. И поставить здесь еще 4 турельки. А пока все это дело строится. Я немножечко зачищу территорию. Как раз у меня докачивается апгрейд брони. Но я походу не успею. Твою мать. Ишь ты какой. Проказник. А ну-ка убейтесь все. Большое спасибо вам. Я очень рад. Но мне пока вот не до ваших новых технологий. Хватит кусать мой дом. Сгори тварь. Хорош жрать мои здания. О господи. Кажется мы приехали. Зато смотрите какой красивый взрыв. Просто потрясающе. Я забыл полечиться. Да. А нет. Не сдох. Суки. Я вернулся по вашей душе. Они сожрут всю мою базу. Сгорите нахрен. Это была моя армори. Тварь. А это была моя электростанция. Вы там не сгораете. Скоты. Слава богу с кого-то падают патроны для огнемета. Это мне очень нравится. Пора надрать ваши задницы свинцом. По-моему я отпинался. Но с приличными потерями. А вот это было очень некрасиво. Мелкая ты тварь. Гребаные зерги. Они даже здесь в этой игре меня достали. А ну я могу сказать что держался я молодцом. Да. Починись тварь. А ну что. Я думаю ребята. На этом можно потихонечку заканчивать. Да. Потому что ну а что. Игра классная. Я думаю что мы на стриме ее еще не раз увидим. Будем следить за ее обновлениями. Напишите что вы об этом думаете. Как вам вообще такой жанр. Потому что ну это. Я не скажу что это прям прорыв. Знаете. Новые идеи. Все такое. Я могу сказать что это отличная. Отличный симбиоз идей. Вот. Да. Мне это нравится. И будет очень классно. Если они сделают кооператив хотя бы на четверых. Потому что видите карта огромная. И если в соло вот так вот по ней носиться. Ну мне кажется будет не очень удобно. Да. Спасибо за внимание. Услышимся в новых видосах. Это и покупаем. По кусечке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok